Сделаем городские парки чистыми. Акцию под таким названием в минувшие выходные провели активисты общественной организации «Мусора больше нет». Начали с парка Харенка. Сегодняшняя наша акция, она, по сути, такая первая большая. Мы запланировали очистить два лесопарка нашего города от мусора. Для этого мы приглашали людей через разные СМИ, в том числе в группу ВКонтакте и так далее. И сегодня мы все вместе пойдем в лес и займемся тем, чтобы собирать мусор. Но собирать мы его будем не просто так, а собирать мы его будем раздельно. Та упаковка, которую мы ежедневно выбрасываем в мусорное ведро, зачастую является ценным вторсырьем. То есть после переработки отходы могут получить вторую жизнь. Это позволяет затратить меньше природных ресурсов на производство. Главное – пластик, стекло, бумагу и жесть собирать раздельно. Это также способствует решению проблемы утилизации отходов. Вся упаковка, к сожалению, отправляется на полигоны, где прессуется и гниет. Причем она перегнивает даже не год. Например, пластик, у него срок разложения от 250 лет. Соответственно, можно себе представить, что нас не будет, но все вот это, что сейчас мы складываем, это останется, к сожалению, нашим детям, внукам, правнукам, праправнукам. И проблему это решать им. Специального обращения требуют и энергосберегающие лампы. Выбрасывать их вместе с остальными отходами категорически запрещено. Но и мест, где принимают их на утилизацию, в городе немного. Каждая лампочка, люминесцентная, энергосберегающая, которая находится у нас дома, содержит люминофор. Что такое люминофор? Это порошок, в котором содержится ртуть. На данный момент совместно с правительством Ивановской области прорабатывается план мероприятий по установке данных контейнеров на территории Ивановской области. Система, схема по установке пока не ясна. Но в ближайшее время, я думаю, мы все это приведем в порядок. Неравнодушных к судьбе зеленой зоны оказалось порядка 50 человек. Присоединились к акции и многие посетители парка. Даже целыми семьями. Я очень рад, что есть такая организация, которая решила наконец-то заняться этим вопросом. Отдыхаем в этом парке всей семьей много лет. Не только обустроенная территория, но и та часть парка, которая дико утопает в огромных горах мусора. С этим надо что-то делать. Уборка продлилась порядка трех часов. За это время в двух парках было собрано более ста мешков мусора, который отправился на переработку. Но главное, уверены участники акции, привести в порядок парки и поддерживать эту чистоту. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.